Сегодня тема, как я говорил, будет связано с сюжетом, который можно назвать как богоборчество. Я не сразу об этом заговорю, немножко такую преамбулу. С сегодняшнего дня я уже меньше буду отходить от методологии, как в прошлом, в общем-то два раза. Первый раз вообще о нарративах, второй раз о логике разных ее типов для разных культур, как бы основное было в плане судьбы. Ну а сейчас я как бы уже больше обращаюсь, потом тоже вернусь к этому, но пока сегодняшнее больше как бы к подзаглавию этой темы, лекции. А подзаглавие, напомню, это библейские сюжеты в европейской культуре. В философии нарратива я вначале говорил, в данном случае некая такая просто установка, с какой можно подходить к этим вопросам. А так библейский сюжет. И вот сегодня будет такой вот один из... Естественно, я не смогу, в принципе бы не смог обозрить всякие присутствия этого сюжета в европейской литературе. Ну некоторые примеры, вот некоторые такие интерпретации вот этого сюжета. Ну пока, некоторая преамбула. Понятно, что никакого другого внятного определения того, что такое европейская культура, кроме того, что это некая культура, сложившаяся на стыке античности и библейского мира, наверное, не существует. Все остальное будет как-то, так сказать, уже или следствиями этого, следствиями этого, либо какими-то придумками. Да, вот какая-то такая... То, что родилось в результате вот этого самого синтеза двух совершенно разных и противоположных традиций. И, разумеется, в разные времена, в разные эпохи, разными авторами делался акцент на той или иной составляющей. Понятно. Но можно выделить какие-то доминантные темы, которые только имеют библейский исток. И, конечно, они будут относиться прежде всего к истории, к доправленности времени, к разным экскатологическим выжиданиям, к апокалиптическим предчувствиям. Вот это вообще понимание времени, истории, конечно, имеет такой исключительный библейский исток. И главное, извиняюсь, что я, может быть, такую несколько банальность сейчас буду говорить, но, как еще в свое время Гердер говорил, что вот история в обо таком понимании, вообще, по его мнению, существует только в Западной Европе и только после христианства, в смысле такого целенаправленного кумулятивного развития. Ну, не то, чтобы там не было истории в Китае или в Индии, но не было этого принципа. Принципа направленного к кумулятивному накопительному достижению развития. И действительно, как бы вся последующая философская мысль, вот как бы считала это некой аксиомой. Однако важно не только то, что это направленное к кумулятивному развитию, а еще то, что как бы вот некое сознание, человеком необходимость изменять мир. Изменять что-то такое, преображать его каким-то образом. Чего, ну, как бы не вполне характерно, что не вполне характерно, допустим, для античной культуры. Я приведу один пример. Он, конечно, несколько радикальный, но он не радикальный, в смысле персонаж радикальный. Но вот наш самый знаменитый западник Петр Яковлевич Чадайл, да, если вы обратите внимание, в своих знаменитых философических письмах он относит, допустим, древнюю Грецию и Рим вообще к востоку. И все время называет это востоком. Хотя это как бы традиционно считается луноевропейской культуры. Более того, он даже говорит, что ставит это в один ряд с Китаем и Индостаном. Ну, типа вот, говорит, вот весь этот Греция, Рим, Китай, Индостан. Не знали, исходили только из-за необходимости удовлетворить, как он пишет, физически нужный человек, а не знали какой-то высший принцип развития. И поэтому, достигнув какого-то уровня, останавливались и не могли дальше идти. Разве что вот под каким-то влиянием. А вот европейская культура под влиянием христианства знает что-то такое большее, чем цель развития, большее, чем удовлетворение каких-то потребностей людей. Более высокую цель, по моему мнению, Чадайл. Он вообще даже такой, небольшой экскурс Чадаева, такую схему строит, что вот, дескать, условную, конечно, очень история делится. Древний период, он имеет в виду библейский, когда все интересы устремлены к небу. Потом античный период, когда о небе забывают, по моему мнению. И человек увлечен окружающим миром, он восхищен, он увлечен. А в христианстве снова за ним направляет свои силы человек к небу, но мир окружающий уже не презирается, не отбрасывается, а преображается. А опыт античности тоже как-то сохранился в этом, именно в идее преображения. Кстати, Чадаев очень любопытный, он ведь вообще очень не любил античность, вот даже эстетически, даже эстетически спорил с этим, с Пушкиным, скажем. А он говорит, что там чувственность сплошная, там же нет ничего возвышенного. Разве можно сравнить сцены Гомера с сценами Моисея разбивающего, скрижали? Ну вот такое. Считалось, что там нет чувства возвышенного, а все такое вот чувственно увлечение окружающим миром. Причем все это, ведь книга, философические письма, вот эти его Чадаевские, знаменитые, они ведь во многом обусловлены тогда крайне популярной такой французской католической литературой, эпохи реставрации. Потому что тогда встал вопрос некого такого культурного, цивилизационной защиты христианства во Франции, после эпохи революции. И вот авторы там Жозеф Деместер, Ломене, Банальд, а, наверное, на нашего Чадаева больше всего оказал Шетебриан, да, влияние. Вот они все время подчеркивали такую цивилизационную функцию христианства. Изменять мир. Знаменитая книга Шетебриана «Гений христианства» утверждает, что вообще все, чем может гордиться не только Европа, а и человечество, искусство, наука, философия, все было заложено в христианской идеологии преображения мира. В этом преображении, что мир нельзя оставить в покое. А если опять вернуться к Чадаеву, то ведь тоже не все обращают внимание, что он ведь загробную тему отвергает из христианства, прямо отвергает ее. Говорит, что это ерунда. Христианство, это, он говорит, идеология. Он, может быть, один из первых, кто употребил это слово, только-только появившееся вообще в Европе. Идеология. Идеология, говорит, я никогда не поверю, говорил он, что между землей и небом стоит лопата-могильщик. Ну, то есть, что Царство Божие где-то там, по ту сторону жизни. Никогда в это не поверю. Вот, Царство Божие силой берется, как говорит Иисус. Действительно, это знаменитые евангельские слова, хотя, конечно, их можно и иначе протолковать. Царство Божие силой берется. Ну, вот. Конечно, все это, схемы вот такие, любой человек, как бы, так сказать, изучающий историю, может легко разбить и раскритиковать. Очень легко раскритиковать. Вот эти, Чадаевский, Сотоприана, Гердера. Но у меня хороший козырь, да, согласно принятой нами в лекции методологии. Это не имеет значения, что соответствуют они истории или не соответствуют. Важно, что это вот тот самый нарратив истории, который и формировал ее дальше. Которые, поскольку мы на первой лекции говорили, что играет роль не сам конкретно вот какой-то факт, да? Не сам конкретно какой-то факт, а то, как он представлен, то, как он проинтерпретирован в свете какого-то нарратива. И здесь исторический факт. Можно, конечно, сказать, что это совершенно неверно прогрессию Рим, что они не знали цивилизационных функций, еще как-то Рим его не знал, когда он очень даже понимал эту функцию в своих завоеваниях, вот это преображение мира, превращение его в цивилизацию. Легко все это критиковать. Но для нас важно, чтобы в такой-то форме существовало в Европе, ну, так сказать, в новое время, и формировало и политику, и мышление, и культуру. И здесь важна даже вот не только установка, а еще и сам язык. Я один пример приведу, вот такой. Французский материалист, атеист, социалист и даже анархист Пьер Продон. Одно из своих произведений сетует, что вот он, работая в истории как ученый, то есть анализирует факты, обобщает, делает выводы, все равно, говорит, вынужден излагать свои выводы на каком-то религиозном языке, богословском, он говорит, языке, зачитая его цитату. Пьер Продон пишет, «Не ведаю, будут ли мои формулировки теологичные, вопреки моей воле, поняты буквально или фигурально, но наши законы, наши идеи, наш язык и наши науки все заражено этим суеверием, вне которого мы не в силах ни говорить, ни действовать, ни даже мыслить. Все заражено, повторяю, атеисту ждет, все заражено этим суеверием, вне которого мы не можем вообще ничего описать. Это говорит, как бы, вот, социалист и материалист. Приведу другую цитату, как бы, в обратном таком проекции. Говорит, вот пишет в работе, в которой я еще немножко потом вернусь, «Апокалиптика и социализм» известный русский богослов Сергей Булгаков, который начал свою деятельность в качестве марксиста, а закончил в качестве священника ректора Богославского института в Париже, Богославного Богославского института Парижского. Он говорит о том, что, как бы, вся современная социология, история философии все равно, в общем-то, строится по схемам библейским. Пишет так, изобразить всю мировую историю, как смену и борьбу нескольких апокалиптических зверей, это, по-моему, такая же смелость, логическая абстракция и символизм, какой мы имеем и в наших теперешних социологических понятиях, каковы способ производства, производительные силы, феодализм, натуральное хозяйство, капитализм. Он о марксизме говорит, да, марксистскую терминологию употребляет. И потом, не раз еще в этой апокалиптике социализма он будет возвращаться к тому, и говорит, что вообще вот эти формации марксовые имеют прямую параллель с кем-то животными, выходящими из моря в различных ветхозаветных апокалиптических книгах, там, Даниил и какие-то. Итак, вот то, что я зацитировал, например, Прудона, оно прямо вот отвечает как бы задаче нашего курса, поскольку это вот как бы из хозуства, там залозаны некоторые такие сюжетные, текстовые моменты, без которых мы не можем ни говорить, ни действовать, ни даже мыслить, вот повторяя Прудон. Не говорить, ни действовать, ни даже мыслить. Ну вот. И вот во всех этих сюжетах, в том числе и тех, которые формировали европейское представление о развитии, о истории, о задачах человека, один из важных сюжетов – это сюжет богоборчества, который присутствует в Библии в двух как бы аспектах. С одной стороны, это нечто греховное, восходящее уже к первородному греху, но в то же время уже Танах, то есть Ветхий Завет неоднократно благословляет это богоборчество. Есть немало текстов, немало фрагментов, где оно благословляется, где оно поощряется Богу. Как это понять? Что это… В чем его благословенность, так сказать? И что это такое? Ну, сначала, что богоборчество, а говоримся, что это, значит, некое такое сознательное восстание, противление, неприятие Богу человеку, которое он заявляет в той или иной форме. Оно может быть и основано на вере, в общем-то, Бога. Может основано быть на том, что человек и не верит, но он противостоит тут культурной парадигме религиозной. И тоже это может быть богоборчество. Хотя, наверное, как бы такой чистый научный атеизм вряд ли может быть отнесен к богоборчеству, но это, наверное, все знают, это старый советский анекдот, кому мы это показываем. Слышали? Ну да. Если Бога нет, то кому мы это показываем? Да. Или не надо портить отношения. Ну, так что, в общем, конечно, предполагает богоборчество, что есть кому демонстрировать свое. Ну, и, по крайней мере, это такая культурная парадигма, которой надо противостоять. Ну, начну сначала с такого, как бы, осуждающего, ну, как бы, греховного, греховно оценивающего это понимание. Конечно, вот, богоборчество заложено в самом исходе Библии, потому что первородный грех, который совершают Адам и Ева, связан, прежде всего, в любом богословии с тем, что они заявляют, вот, будем как боги, да, будем как боги, да, вот. Змей обещает, что они будут знать, что есть добро, что есть зло, и, как бы, из этого делается вывод, что они собираются занять место, бога, и сами решат, будут знать, что есть добро, что есть зло, как им жить, они больше в поводыре не нуждаются. И за это, значит, они изгнаны из рая. Кстати, тоже интересный момент. Он, может быть, немножко отведет меня от темы, но я бы хотел поделиться этой вещью. Я абсолютно уверен, что вот, ведь этот сюжет, если понятно, присутствует во всех трех аврамических религиях, да, в иудаизме, в христианстве и в исламе. Это история. Но различаются тем, какие были последствия. Вот в чем были последствия этого греха, изгнания из рая, этого грехопадения. Я бы даже сказал, что вот различие в последствиях, это различие цивилизации, различие этих трех религий, дальнейшее цивилизационное различие, вытекающее из этого различия. А какое последствие? Вот если взять иудаизм, что в результате произошло? В результате человек стал смертный и потерял свою силу. Ему стало тяжело жить, он должен в муках рождаться, в поте лица своего хлеб получать. Жизнь стала тяжелой, неблагодатной на земле, что как бы вот и надо исправить, и что может исправить Мессия и так далее. Вот, а если это в Библии, а если в Талмуд брать, то там и вообще, вот земля начала плодить мух и червей после этого. Ну, в общем, все вот такая неблагодатность всей нашей картины мира сложилась. Но в моральном отношении ничего не произошло. Человек остался богоподобен, он может найти в себе силы, выйти на путь спасения, оправдания. Ему надо просто исполнять закон, который ему дал Бог. То есть нету никакого морального подверждения или ответственности. Возьмем христианство. Здесь такое принять невозможно. Мы об этом отчасти говорили в прошлый раз. Потому что тогда обессмысливается вся искупительная жертва Христа. И в христианстве говорится, что, ну, как часто в православной, например, патристики, что после грехопадения человек не может не грешить. Он морально поврежден. И теперь, чтобы ему спастись, чтобы ему необходима благодать Божия, данная нам через церковь. И в этом смысле утверждение, что человек может спастись самостоятельно, самоспасением заняться. А это вот мы сейчас видим, как раз тема такого благоговчества. В православии, в католичестве, в католичестве еще добавляется некоторая такая вообще ответственность человека, всех родившихся за то, что было совершено. Но в православии рассматривается как какое-то вот иудейское влияние. Когда какие-то православные начинали говорить о том, что морально человек не повредился. А это, например, говорили масонами в 19 веке, что вот Адама Кадмона можно восстановить, он где-то на нас живет. Адам Кадмон, это каббалистический термин, Адам первоначально, Адам до грехопадения. Если взять ислам, ну, я, конечно, не берусь судить опять здесь это, но насколько я понимаю, вот насколько я так представляю. Тут третье, третье понимание последствий грехопадения, вот этого восстания против Бога, попытка занять его место. Тут скорее некая утрата людьми способности прямо верить и любить и необходимости поначалу некой покорности. А, как вы понимаете, слово «Ислам» и означает покорность на арабском. И отсюда знаменита аята вот эта. Ну, примерно привожу, я ее не записал. Как-то и сказали бедуины, мы уверовали, и Бог им отвечает, бедуинам. Не говорите, вы уверовали, говорите, мы покорились, ибо нет еще веры в сердцах ваших. Вот это результат грехопадения. Нет веры, покоритесь сначала, а через покорность вы придете уже к вере. Вот это, как бы, поле следствия, которые вытекают вот из того, что люди совершили грехопадение. Ну, да, далее мы имеем в виду, что все время это грехопадение повторяется в Библии неоднократно. Как бы вот это заменять место Бога и там и по Толпам, потом и по Савилонской башне, все это так или иначе люди пытаются обойтись без Бога, и, например, я бы сказал, что я сейчас вернусь к Булгакову Сергею, ведь его работы многие как раз постулируют некую такую вечность исторического, вечность повторения вот этой ситуации. Булгаков Сергей, бывший марксист, заставший революцию, уже после первой русской революции, 1905 года, ведь начинает писать о том, что... Что такое революция? В ней революция это та же религиозность. В ней есть все религиозные обетования, избавление от греха, от страданий, от рабства и так далее. Вот свободное царство. Но только, говорит, это религия самоспасения. Поэтому он, кстати, возводит ее все-таки к иудаизму. Самоспасение, говорит, когда человек говорит, что он может обойтись без Бога. И отсюда на этом строится его знаменитая работа с таким замечательным названием «Карл Маркс как религиозный тип». Вот он его называется, «Карл Маркс как религиозный тип», где он вводит, значит, весь марксизм из-заудейской апокалиптики. А потом и вот более длинная работа, из которой я тут цитировал сейчас фразу про зверей и способы производства апокалиптика и социализм. Но для Булгакова... Булгаков это переносит вообще как бы в разных аспектах рассматривает. Это историческая драма. Она и в личной жизни повторяется. Это и драма толстовства. Он берет... Я давно уже убедился, что современные молодые люди вообще не представляют о повести Толстого отец Сергий. Просто как бы она вышла из какого-то поля чтения. А если бы представляли, то Булгаков интерпретирует ее именно как то, что вот этот человек, ставшим монахом, ищущий спасения и ставшим на путь Бога, все время срывается, потому что верит только в свои силы. Он не верит в благодать. Он не верит в то, что надо молить Бога и отсюда, чтобы не соблазняться, он отрубает себе палец. Вот какие-то такие вещи творит, и все равно у него ничего не получается. Потому что вот он верит только в свои силы. Только в свои силы. Он хоть и монах, хоть вроде постулирует, а герой этого, отец Сергий, хоть и монах, хоть и постулирует свою такую приерженность как бы самым таким артодоксальным моментам православия, а на самом деле абсолютный богоборец. Абсолютный богоборец в том смысле, что надеется только на себя, в своем вот этом чистоте, в своем спасении, в своем возвышении и так далее. И в результате он там кончает историю его тем, что он вообще становится каким-то бродягой, на каторгу попадает и так далее. Вот это повторяю у Сергея Булгакова. Это такая любимая тема, которую он рассматривал и в историческом, и в таком вот личном ключе. Ну да, вот значит, дальше историческое богоборчество, всякие наступления под Богом. Можно даже как бы классифицировать в культуре, в литературе. причины вот такого восстания против Бога. Но очень часто такая причина является тенденцией, да? То есть, да, то есть, причина не только занять место Бога, обойтись без него, а как бы она может быть глубже и самого этого явления есть исток в культуре. Ну, обычно, вот, в мире так все несправедливо, так ужасно, что мы должны, и все это от Бога, что от человека требуется как отравственной личности какое-то восстание против Бога. ну, знаменитое, например, стихотворение Гейна, да, почему под ножей крестной весь в крови влочится правый, почему везде бесчестный стричин почестью и славой, кто виной, или воле Бога на земле не все доступно, или он играет нами, это подло и преступно. Подло и преступно. Вот один момент богоборчества. Другой момент богоборчества, другой сток, скажем, богоборчества, это просто желание отстоять свою свободу. Вот такой романтизм, вот Байрамский, Дунзван, и другие персонажи в России, части Лермонтов, и так далее. Вот такое романтическое богоборчество, как просто отстоять свою свободу перед лицом даже высшей силы. Наконец, сейчас стоит то и другое вместе. И то и другое вместе. Я, может быть, и рискну в конце еще к этому вернуться, этому автору российскому. Но пока только скажу, что в 20 веке богоборческая тема может быть самым сильным образом, самым таким рискованным образом, на мой взгляд, присутствует в творчестве Варлама Шаламова. Варлама Шаламова. Я приведу, опять, цитату просто из Варлама Шаламова. Это из 4-й Вологда его. Воспоминания о детстве Варлам Шаламов это же интересный случай, потому что он сын священника. Его отец был гологоцкий священник. Причем такой героический священник, которого он потом после революции водил, он ослеп к старости отец слепого на диспуты с комсомольцами, где он стоял за веру и так далее. Шаламов что-то не нахожу читаток. Ну ладно. Просто литературная вещь, конечно, была бы хорошо подсеркнуть. Точно. Но смысл цитаты это такое. Шаламова говорит, что я горжусь, говорит он, горжусь, что от шести до шестидесяти лет и в Вологде, и в Москве, и на Колыме никогда не прибегнул к помощи Бога, к обращению к Богу. Никогда. И у него и рассказы есть такие, в эти темы проходят, есть рассказ конкретный, как ему женщина где-то там на Колыме в больнице тюремной пытается спрятанное где-то утаенное Евангелие подсунуть. Возьмите, говорит, в таких ситуациях, в такой атмосфере люди как раз и обращаются к вере. Он отвергает это, потому что считает как можно понять, потому что Шаламов как на самом деле пишет протокольную прозу, просто факт, а интерпретация уже за читателем. Он считает это каким-то предательством самого себя, если он вот сейчас, даже здесь, даже в этих кошмарных условиях обратится вот к Евангелии. Вот я горжусь. Правда, это он от шести до шестидесяти, потом, когда он будет старше, он напишет знаменитые строки, только одну строфу прочитаю, «Погаснут свечи, потухнут свечи восковые в еще несломанных церквах, когда впервые в них войду я со смертной пены на губах». Это даже легенда на этот есть, это тоже такой нарратив, просто есть мифы, легенда такая, что когда его действительно хранили, отпевали, его все-таки отпевали, то в кладбищенской церкви, куда внесли гроб, действительно сквозняк, потухли все свечи, как он и предупредил в этом своем послании. Ну, повторяю, у него есть еще и более такой жуткий момент, но я не знаю, может быть, вернусь к концу или потом богоборчества. Пока ограничимся вот таким пониманием рассмотрения и обращения к Богу как некое предательство своего, самого себя. И вот, как я сказал, это очень такая типичная тема для многих, для многого романтической литературы. И характерная весьма тема, как вы прекрасно знаете, для творчества Лермонтова. И я немножко в прошлый раз об этом говорил. Но сейчас напомню просто для сравнения. Да, у Лермонтова, конечно, есть такая богоборческая тема, например, стихотворение «Благодарность», как потом напишет Мережковский. Кто еще в истории благодарил Бога с таким сарказмом? Устроились так, чтобы отныне недолго я тебя благодарил. Писает он незадолго до смерти. Такие просьбы не остаются без внимания. Устроились так, чтобы отныне недолго я тебя благодарил. И вот есть знаменитая статья Владимира Соловьева Лермонтова, написанная незадолго до смерти, где русский религиозный философ Владимир Соловьев обрушивает на Лермонтова невероятные проклятия. Статья ничего подобного, а Лермонтова никто никогда не писал. Он говорит о том, что это был страшный человек совершенно, что у него сидел просто демон агрессивности и ненависти. Он презрал людей, он считал, что его талант освобождает его от всяких обязанностей. Он говорит, уже в детстве хватал палку и начинал ломать все цветы в саду или бутылкой подбивал курицу и смеялся когда-то насчет бедной хрома и убегала. А потом говорит, так же, как с курицей он с женщинами обращался. В общем, ужасно чего. и настолько он его потом говорит, все это переросло в какую-то тяжбу с Богом. Иногда он, конечно, вроде начинал каяться, что писать в новом духе, но это все было ненадолго на серьезное покаяние. Он не был готов никогда и продолжал эту свою тяжбу с Богом. Так что, говорит, в лице Мартынова действовал божественное провидение. Владимир Соловьев прямиком отправляет его в ад. в ад отправляет. Там ему и место. И да еще при этом ссылается на некое родовое проклятие на Томаса Нермонта, который был предком Лермонтова. И говорит, что пророческий дар Лермонтова тоже оттуда берет начало, потому что мы становимся под властью рока. оказываемся фатума, если отвергаем Христа. Ну вот. И вот спустя несколько лет в защиту Лермонтова очень любопытно вступается другой философ религиозный Дмитрий Сергеевич, больше, конечно, поэт, писатель, но и философ Дмитрий Сергеевич Мережковский. Что Мережковский отвечает Соловьеву? Он говорит, что Соловьев забыл, что ведь богоборчество это Библия благословляет и не раз и вспоминает прежде всего знаменитую сцену с Иаковым. Зачитаю Мережковску слово. Бог не говорит Иакову, я потом напомню эту сцену, но пока Мережковский, Бог не говорит Иакову, смирись, гордый человек, как Достоевский, смирись, гордый человек, радуется его бойной силе, любит и благословляет его, что он не смирился до конца, до того, что говорит Богу, не отпущу тебя. Нашему христианскому смирению это кажется пределом кощунства. Иаков говорит Богу, не отпущу тебя. Но это святое кощунство, святое богоборчество положено в основу Первого Завета, так же, как борение сына до кровавого пота в основу Второго Завета. Тосковал и был в борении до кровавого пота, сказано о сыне человеческом. Абисует мир и шпорт. Благоборчество благословит. Значит, ну, он имеет в виду, как вы понимаете, прежде всего, вот эту странную историю с Патриархом Иаком. С историей, которая произошла с ним на реке Иолок. Я позволь потом, что тут есть детали, которые она... История-то изложена в нескольких строках, вообще говоря. Если вы не возражаете, я зачитаю это несколько строк библейских. И остался Иаков один и боролся некто с ним до появления зарей. Некто, конечно, с большой буквой здесь печица. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал тот некто, как имя твое. Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебя будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеку одолевать будешь. Спросил Иаков, говорит, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя место этому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Вот библейский фрагмент. Что это вообще за историю? Какой ее смысл? Что за борьба такая? Я помню, что была кстати неплохая книга такого вот экзагета философа Козырева по-моему из крестьянского института вот этого гуманитарного крестьянского института Козырева там две были статьи об Иакове и о Иове книга битвы Иакова там говорится что это битва Иакова она стала сюжетом философии литературы живописи но не богословие не иконографии первая голова первая параграфа этой работы Иаковой у Козырева называется потерянный символ потерянный символ что богословие потеряло этот символ не знает как его толковать у меня была тоже статья на эту тему честно говоря я повторил это за Козырев и более образованные коллеги стали присылать мне так сказать просто фрагмент из точнее один но лучше меня намного знающий где оказывается что совсем даже не забудут у отцов церкви мы можем найти немало толкование этого сюжета иконография есть это неверно это незабытый символ он толковался и я уже потом стал сам смотреть и действительно и в индейской литературе и в христианской и в православной в том числе есть масса толкований этого фрагмента это конечно будет большое преувеличение и иконография но как вы знаете действительно тема такая литературная изопись есть и такая возвышенная картина доре и такая совершенно заземленная серия картин Шагала а Шагала я вспомнил к тому что ведь ну кто обратил может быть внимание я эту тему обозначил почему наше отношение со Всевышним напоминает дураков пыли я пыль не для красноречия проставил уверяю вас потому что некоторые знатоки гибраисты евреи говорят что глагол который там употреблен вот глагол боролся с ним в таком совершенно точном переводе боролся в пыли бороться в пыли бороться в пыли вот ну да конечно в пыли в пустыне где это происходило там эти пустыни в Палестине они ведь не песчаные они каменные там пыль основное вещество вот я не знаю наверное про Игорь Игоревич говорят спрашивая можно ли заснять пыль насколько я обратил внимание нарисовать наверное еще сложнее вот но например мне кажется что она например чувствуется на некоторых изображениях шагала но как чувствуется там нет пыли на этих картинах там есть такой пейзаж а это какой-то такой там же у него так все заземленные ну как всегда у него вот это и эта битва похоже что двое мальчишек дерутся а улич какого-то ну местечка какого-то городка и она такая что понятно что это пыльная очень что это грязная и хотя там эта пыль не изображена она там как-то присутствует у него не несколько этих самых но они все выдержаны в так примерно в одном таком ключе вот боролся в пыль итак как же это толковать какой смысл всего этого истории толкование конечно огромное множество их не смог бы перечислить философских но начну с того что может толковать и не стоит может вообще там ничего нет это точка зрения которую например излагает знаменитый собиратель и аналитика мифов и фольклора Джо Фрезер да Джо Фрезер автор золотая ветвь и вторая его крупная книга фольклор в ветхом завете фольклор в ветхом завете что говорится да ничего говорится ерунда все это он говорит это просто то же самое находит фрезер у разных других народов и у китайцев и у индейцев и у африканцев и говорит что это вот когда речь шла о переправе это же на берегу реки происходит то всегда идет борьба с духом реки потому что переправа для древнего человека дело страшное опасное и почти все не сопровождаются что надо как-то либо уговорить либо победить некий дух реки вот и там наверное по Фрезеру всего-то ничего просто какая-то история где некто переправяющийся через реку должен победить дух реки ну естественно если конечно так он прав то тогда это значит что эта история стоит вне всякой связи со всем остальным да с сюжетом тогда у Фрезера все так он же все примерно так толкует это взгляд который очень просто решает знаменитый проблему германифтического круга как ее поставил там шлермахер или кто-то за ним ставили то есть что вот мы понимаем часть только из понимания целого да а целое понимание целого складывается из понимания частей как-то выйти из этого круга для Фрезера проблемы нет нет никакого целого для него просто Библия это ну свалка но он считает что просто люди в какой-то момент собрали все что считалось сакральным вот где-то каких-то племен народов которые тут обитали собрали просто сакральные тексты не думая их связи не думая о какой-то такой сколостной линии ну нельзя категорически утверждать что да вот он не прав может и прав может это действительно так и тогда говорить о каком-то смысле этой истории как о смысле всей истории библейской нет никакого смысла это просто собрание священных текстов но все равно это не как бы не освобождает необходимость толковать потому что ну пусть это было даже так я так ну все равно тысячелетиями это все связывали со всей историей все равно все это уже обросло превратилось давно в единый нарратив по крайней мере в культуре да и поэтому можно и не задаваться как я полагаю вот особенно в рамках принятой такой методологии нарративов и вопросом а что вот это было вот первоначально может там какой был но все равно тысячелетия прошли по крайней мере две с половиной тысячи лет прошло толкование этого фрагмента в связи со всем целым в связи со всем целым и поэтому есть все основания все таки искать этот смысл на этом цивилизации строились какой же этот смысл ну сначала обращусь к иудейской литературе в которой между прочим вопреки такому прямому переводу или библейскому тексту никогда не говорится что это была битва с Богом но говорится но очень редко как правило иудейские тексты говорят ангел да и кстати картины Шагала называются не с Богом а битвы с ангелом Шагал это было бы какое-то такое уж больно кощумственное несмотря на то что насколько я понимаю в исходном тексте Танаха там стоит слово Элохим то есть вообще-то говоря Элохим это Бог вот так что русский перевод который говорит это Бог и остальные европейские христианские переводы в общем-то не нарушают точности перевода но кощумственно так кажется в иудаизме говорит говорят что это ангел ангел иногда рассматривается что это ангел да и конечно вся эта история должна рассматриваться в контексте рассматриваться всей историей жизни Иакова но его отношение с братом ну я напомню в двух словах что обманом получил свое первородство Иакова да оно должно было быть у Исава он старше брат хотя они еще в утробе как сказано дрались кому из них первому выйти на свет и кто будет вот этим самым вот обманом хитростью кто не помнит посмотрите когда очнулся его Исаав и понял что его обманул Иаков убить его захотел Иаков бежит бежит на пути ему он в одном месте видит свою знаменитую лестницу засыпает в одном месте видит лестницу которая возводит к небу по ней ходят архангелы ангелы на вершине бог и бог говорит ему я с тобой и сохраню на всех путях он дальше двигается приходит к своему родственнику Лавану там у него дальше идет любовная история его к Рахиле дочери Лавана и тот обманным путем заставляет его сначала отработать десятилетие эту Рахиль а потом подсовывает ему под фотою брачную ночь старшую дочь Лию и когда он утром просыпается он видит что он тоже на дне а за Рахиль требует еще отработать в то время вот он прибегает к этому Лавану и говорит что такое что за дела и а тот говорит а у нас так принято мы сначала первую дочь старшую должны выдать и он отработает и вот наконец получив Рахиль младшую дочь он со всем этим семейством своим зонами детьми там рабами у него еще и наложницы потом появилась куча вот ну как там у всех этих патриархов вот решает отправиться домой и вот на пути домой он узнает что Исаф брата уже знал о том что он движется в Ханаан обратно где они жили Ханаан там это называется и движется навстречу ему с отрядом из 500 человек а у него никого нет вот ему тревожно он боится этого и это происходит в ночь ожидания вот этого встречи с братом а у тревожно он выходит бродить и вот ходит по берегу реки и остался там один вот происходит это после этого как бы и страх исчезает перед братом своим а встреча кончается замечательно они расплакались бросились друг друга обнимать вообще все хорошо произошло с ними вот ну вот в лудистской традиции обычно говорится что это чтобы укрепить его перед встречей с Исафом смело с него в случае а к тому же иногда говорится что это был не бог а ангел Исафа ангел-хранитель а иногда например особенно в каббалистических трактатах говорится что это вообще был демон Самаэль даже имя этого демона известно это был демон Самаэль и а как тогда все это с богом боролся ну приведу фразу из знаменитой не выписывал каббалистической книги из Зовар сияния 14 век и сказал он ты боролся там говорится в Зовар ну примерно цитирую с Илахимом ты наверное думаешь что он имел ввиду что с ним боролся но ведь сказано не против Илахима а с Илахимом вместе с Илахимом то есть вместе с богом ты боролся с ангелами демонов вот Яков боролся с демоном вот а это кстати трактовка без ссылки на каббалистику но придерживается современной такой знаменитой московский экзегета Щедровицкий может быть кто-то слышал такой румели масса таких комментариев он тоже считает что это ошибка тем самым как бы отвергая все европейские переводы и русские смыслы он говорит во первых что действительно это надо боролся с богом читать не в том смысле что против бога а вместе с богом слова видел я бога и уцелела душа моя надо понимать что он раньше видел бога вот когда лестница это видел да вот лестница он видел он видел там бога и потому уцелела душа его вот сейчас в этой битве с демоном а само слово Израиль которое русское переводит как борющийся с богом не борющийся вместе ну то есть воин божий воин божий а не тот кто противостоит богу вот такой комментарий но повторяю это не вообще иудейская традиция это рассматривается как демоны например ангелы иногда но главное что это то что обеспечило бесстрашиво перед лицом двигающийся на него брата который как он знал по прошлому должен его убить но это как бы так сказать чисто историко библейское толкование то есть по истории библии разумеется любое толкование должно быть и на какой-то более широкий смысл в иудейской традиции более широкий смысл и он есть и в христианском только прямо обратный это там но в иудейской традиции толкуется толкуется так тут надо сказать что вообще греческому термину история в древнееврейском по крайней в детском совете будет соответствовать переводит обычно этот термин термин толдот толдот что буквально означает родословие генеалогию это как бы имеет еще тот смысл что вся история человека человечества цивилизации их столкновений борьбы рассматривается как вся история выяснения отношений между потомками патриархов но у Авраама Измаил да Исаак Измаил отец евреев Исаак а дальше идет Исаак Исаак Иаков Иаков предок евреев Исаак в Библии говорится что от него пошли адамитяне ну какой-то народ адамитяне о нем мы мало чего знаем но дело в том что в последующих в толкованиях я тоже это упоминал в Талмуде адамитяне утверждают что адамитяне это те кто создал Рим то есть это римляне как бы а в средневековой каббалистической литературе Эдом это христианский мир вообще христианский мир весь и здесь конечно толкования такие исторические что это противостояние евдеизма и вот ну языческого мира римлян христианства вот этой цивилизации римско-христианской как некое субстанциональное противостояние и Яков борется с ангелами вот этой цивилизации в христианстве тоже есть такие толкования только обратные поскольку христианство мы уже говорили там всегда имеет значение что не говорили извиняюсь все библейские истории строятся на том что старший брат теряет благословение и его получают младшие там Каин Авель Измаил старший теряет благословение изгоняется из дома получает Исаак вот Исаак Иаков и дальше это продолжается во всех в христианской экзегезе в христианских толкованиях это всегда рассматривается как отношение прототип отношения ветхого и нового завета да ну самый известный апостол Павел например Агарий и Сара ветхой новой заверы вот их дети Измаил и Исаак это иудейство и христианство вот то есть старый завет изгоняется а благословение переходит к младшему брату к новому завету вот и здесь это тоже тогда это история противостояние нового завета христианства ветхому завету иудеизму благодати и закона тоже так толкуется довольно часто вот историческое толкование но как бы сказать христианство не может да и иудеизму не может ограничиться всякая экзогеза только исторически кроме исторического толкования то есть толкования с точки зрения того что это символика каких-то исторических цивилизационных процентов есть еще тропологическое толкование то есть имеющие отношение к вечным моральным решениям человека христианина скажем в христианстве и анагогическое толкование имеющие отношение к неким спасительным реалиям истолкование так вот как же здесь это может быть истолковано и вот тут ну скажем так большинство толкований опять обращается к истории к вот как бы к этой истории Иакова видите что происходит вот Иаков получает обещание от Бога что он вернется домой в Ханаан что я с тобой благословлю на всех путях твоих но дальше ему все время не везет все против него его заставляют отрабатывать вот эти годы Рахиль подсовывает другую жену потом он отрабатывает новую сразу же путь его обратно сопровождается всякими неприятностями это его вторая Рахиль утащила каких-то там басков и идолов из дома и догнал его этот Лаван и обокрал меня вот вместе с его дочерями вот такая вещь происходит и хотя не совсем странный эпизод который рассматривает как то что укрепило немножко его все-таки желанить и дальше когда он только вышел из дома Лавана он как-то странные вещи видел Яков он увидел какой-то стан ангелов на горизонте или отряд ангелов Маханаим это называется в Библии Маханаим двойной город каких-то лагерь где расположились ангелы вот где-то там в пустыне он увидит стоит лагерь и там ангелы библиотеки комментарии что это вообще он видел так там ну так увидел ангелов но это как хорошее предознаменование увидеть ангела когда ты начинаешь свое дело это хорошо и вот все так дальше все равно все плохо складывается трудно и вот наконец он узнает что вот уже Исаф узнал и вот идет и вот с отрядом вот конец он пришел и вот и тут как бы происходит некое такое ну что ли прозрение Авваку он понимает что за всем этим стоит судьба а за судьбой стоит Бог что это его рог что Бог видно сам препятствует его движение туда сам Бог против по крайней мере такая у него мысль появляется и вот тут вопрос что ему верить первым словам Бога или вот этой судьбе которая от кого же еще для Иаков как он может объяснить такое стечение плохое обстоятельство кроме того что это тоже от Бога и он решает что он будет верен первому обещанию Бога то есть будет противостоять вот этому рогу отсюда важнейшее оттолкование что это противостояние судьбе вот битва Иакова это противостояние человека монотеиста это если ну в иудаизме это меньше я бы сказал представлено в христианстве часть и в христианстве что это противостояние судьбе противостояние рогу так это понимали большинство философов скажем религиозных здесь Иаков противостоит Богу и Бог это благословляет благословляет вот верность изначальной цели верность обещанию изначальному Богу испытывают его благословляет и примерно такой же кстати сказать комментарий дает и упомянут именно вот современный богослов Козырев он там подробно кстати расписывает зачем это надо во первых чтобы Яков понял что Бог это все-таки личность а не слепая сила в которой он уходит за тем чтобы в нем самом развилось личное начало потому что должно быть это личное упорство осознание все-таки не слепая боролся до кровавого кота или когда говорит господи почему-то оставил меня тоже некое противостояние как осмыслить как так и судьба от Бога и противостояние Богу благословляется опять сначала приведу такие как-то может быть осмысленно хотя редко используется в рамках иудаизма и судьба от Бога и противостояние тут тогда возникает вопрос все это подводит нас к такому вопросу а откуда вообще зло вот откуда вот этот рок судьба страдания откуда но есть решение например в каббалистической литературе которая конечно восходит таким более древним текстом пониманием там говорится что как каббалист объясняет исток зла в мире что Бога была правая и левая страна есть она выражена сферами вот этими Хасет и Гвура ну ладно название каббалистической элементов сферот системы ну как бы сказать энергии божественных энергии божественных Хасет это милость Гвура это строгий суд в Боге Хасет и Гвура были соединены но в результате какой-то катастрофы например в результате грехопадения строгий суд отделился от милосердия отделился от Бога и от божественного милосердия и отделился от милосердия он превратился в мир зла он превратился в мир дьявольский в общем-то вот и дальше ну знаменитая книга Сафер Яцира книга творения предкаббалистической где-то относимая примерно к 6 к 7 веку говорит о том что мир сотворен 32 элементами 22 буквы и 10 вот этих сфер сферот 10 сфер вот причем рассматривается так что вот что такое мир если бы он был только буквами это был мир слепого и злого рока это мир необходимости это мир где нам не вырваться из цепочки вот этих сцеплений которые определяют судьба тогда мир был таким каким его рисуют я просто отсылаю к своей прошлой лекции тогда мир был бы таким каким он изображался стойками вот таким он был там все это были логические цепочки какие-то ну грамматические буквенные но есть сферы сферот а это свет и это прорывы в этой необходимости которые даны нам как наша свобода как возможность чудо как возможность вмешательства бога прорывы в цепочке необходимости и вот как бы человек живет в двух этих измерениях строгого суда данного нам как рок судьба неумолимая и безжалостная и свободы которая осталась от милости божьей теперь вот тут уже конечно я такой гиперэкзогеза предлагаю но не важно имеет ли все это отношение к ну я сейчас сошлюсь конкретно на богослов к новому завету ну я бы сказал что точно этим пониманием что есть свет а есть рок что есть правая и левая сторона можно исходя из этого ну скажем так прочитать начало знаменитого четвертого евангелия это она потому что там как только этот эллинизированный автор отождествляет вот этот букву этот рок этот закон мира с логосом в начале было слово греческое логос в греческом оригинале логос он отождествлял это с логосом поскольку автор эллинизирован но там говорится что был свет и было слово был логос и они были у Бога и свет мир не И познал, и тогда Бог послал воплощенное Слово, в котором был этот свет в мир, которое внесло и свет в мир в виде Христа. Имеет отношение это к року и свободе, вот это отношение, свет и логос. Не знаю, но так это толкует авторитетнейший православный богослов, может быть, кто-то знает, ну, такой наиболее 20 века авторитетнейший Владимир Лоский. Он именно так говорит, что через Сына посылается нам его плотское существование, Сын, и оно подчинено законам и року земной необходимости, и посылается нам свет, как второе лицо Троицы, воплотилось, по его мнению, два, две ипостаси Троицы, Сын и Дух. И одно дано как плоть, как закон, как рок, как неумолимость, а второе дано нам вот как Святой Дух, как момент прорыва этой необходимости, как момент преодоления скорбного удела человека телесного, вот этого удела, где он смертен, где он беспомощен, где он обречен страдать и умирать. Обречен страдать и умирать. Как вот некоторое... Да. Как спасительное место Святого Духа, и Лоский так и говорит. Сын – это закон и необходимость, Дух – это свобода, прорыв в этом законе и необходимости. Ну, как я сказал, в каббалистической литературе Хасета Гаура выполняет примерно такие же функции. Я только вот смотрю, что что-то у меня очень благостно получается. Это я не хотел такой, не хотел так. Какой-то совсем просто такого... Ну, мне только и остается, что сказать, что-то такое, сказать, пробовать, оконченный день с миру. Вот. Нет, не надо. Я вам, чтобы так как-то немножко это все благостность сбить, И вот вернусь под конец к тому, что я к Шаламову. Есть у него, как мне кажется, и еще более глубокий и страстный момент боговорчества, Имеющий отношение даже вот к некоторому роде, Но я извиняюсь, только вы не подумайте, что я опять чего-то наезжаю на какое-то, К некоторым вот этот... Нет, ну, аааа... Да. Вот к поиску вот этой подлинности, вот к выходу того. Ну, что я имею в виду? Это тоже выражение некого давнего философского сюжета. Ну, скажем так, это, конечно, древний сюжет, Но начнем, допустим, начиная с Шопенгауэра, да? Есть такое убеждение. Вот этот мир, полный смыслов, ценности, разума, необходимости, законов, иллюзия, да? Которую мы испытываем, потому что не решаемся взглянуть правде в глаза, Прорвать этот мир иллюзий, увидеть вот что он сам по себе, эта вещь себе какова. А мы ее не видим не потому, что это вот так, может быть, априорно устроено наш разум, Потому что мы еще и боимся взглянуть на это. А если прорвем этот мир иллюзий, то увидим, что там все случайно, все бессмысленно, все трагично, глубоко, И мир предстоит нам ужасным, трагичным, без исхода. Это тоже чувство, которое по-своему выражается в совершенно других, конечно, терминах. Вот на первой лекции упоминаемый мной, например, Сартер, Когда мы разрываем эти смыслы, да, вот смыслы, и видим эту реальность, и она отвратительная. Это то, что вот у Толстого фиксирует, Милл Кундера, Когда он говорит, что когда у него порвалась связь с цепочкой жизни, Когда прорвался вот этот логический, какой-то роман ее разорвался, И жизнь распалась, она видит уродство и кошмар этого мира. Потом, скажем, в русской философии, эта тема центральная, чуть ли не единственная, тема Льва Шестого. Потому что вот из страха не видим мы этой правды, что в мире все бессмысленно, случайно, страшно. Но все ищут какое-то спасение. Все ищут от этого какое-то спасение. Там Шопенгауэр, Баскези, мы можем отказаться от этого, сострадание. Сартер в романе, в искусстве, потому что он там слышит какую-то музыку, и у него как-то выправляется это. Анна Каренина сама, помните, что сделала, чтобы выправить этот ужас. Символическую точку поставила. Вот, и так исправила. Льва Шестого говорит, вот в вере мы найдем спасение, вот к вере придем и через Бога, только не такого Бога, как его мыслит Афины, Логоса, разумного, а вот такого, как его мыслит Иерусалим, абсурдного, для которого нет ни будущего, ни прошлого, который в нерациональности. Вот в таком мире нам остается одна только вера, в мире, где все бессмысленно, который не для нас, не обезразличен к нам, в котором нет необходимости, законы, все случайно, все трагично, все бессмысленно. В таком мире мы придем к вере, и вера будет спасение. И, пожалуй, только Шаламов говорит о том же иногда, что надо вот развеять этот иллюзий, взглянуть на этот кошмарный мир в каких-то пограничных состояниях, но как раз не только не желая спасения, а для того, чтобы увидеть в нем и то, что нас заставляет и Бога не принять. Сейчас я бы поясню, что имеется в виду. Вот он, ну, есть такие у него, например, строки, даже вот я не думал, читайте их или не читайте, я предупреждал, что 50 плюс. Вот, ну, строки, наверное, как мне кажется, вот, ну, может, у меня такое восприятие, мне кажется, что в русской поэзии даже ничего такого более ужасного никто не сказал. Стихотворение, может быть, кто-то знает желание, желание, вот вдумайтесь, это он говорит о том, что у него такое желание. Ну, напомню его, в описании, я вообще-то помню. А я хотел бы, так немного, я хотел бы быть обрубком, человеческим обрубком, отмороженные руки, отмороженные ноги, жить бы стало очень смело, укороченное тело. Я бы собрал слюну во рту, я бы плюнул красоту в омерзительную рожу, на ее подобие Божье. Не молился человек, видевший лицо коллег. Вот такое написано уже, где-то совсем незадолго. Это, конечно, может быть, человеком уже рехнул, но надо представлять все-таки жизнь этот человек. Он же ведь, понимаете, какое дело, он прошел действительно через какие-то такие дебри, которые не бывали другие, а лагерные писатели. Это и Солженицын признавал, что его опыт, самый такой колымский, последующая жизнь ужасная. И умер в психушке. Это сначала в доме престарелых, откуда его перевели в психушку, где он умер, для престарелых. И когда он писал о Колыме, он же вообще не любил Солженицына. За что? За мысль о том, что Саламов, конечно, был резкий человек, грубый, невозможный, как рассказывать для общения. А не любил за то, что, собственно, говорил, что тут лагерный опыт, страдания, обращают к Богу. Саламов даже считал, что это он так, это вот на Запад он так работает, там любят такие религиозные темы. Ничего он не обращает к Богу. Разве что вот такое отношение к Богу. Не молился бы человек, видевшись, что-то такое. Вот это выход к той невыносимой чудовищной подлинности, извиняюсь, которая открывается в ту сторону смыслов в пограничном состоянии. Шестов же тоже говорил, что это в пограничных состояниях, перед лицом смерти, болезни. Когда человек болен, когда он перед лицом смерти, ему открывается вот эта правда. Так-то в здравом уме, в здравой жизни она не открывается. Шестов говорит, что даже это ангел смерти приносит эти глаза в Талмуде. У ангел смерти много глаз. И он говорит, наверное, когда человек прошел через смерть, но не умер, ему какие-то другие глаза дает этот ангел. Другие глаза, он уже видит мирно так. И вот, есть такое, как мне представляется, некий предел многоборчества. Ну, вот так я на сегодня на этом закончу. Такое не на себя. Ладно, ну, какие вопросы? Да, пожалуйста. Александр Леонидович, вот Вы доктор философских наук, а в своих выступлениях очень часто оперируете такими теологическими терминами. Вчера я смотрел передачу по телевидению, где спорили, является ли теология наукой в связи с тем, что собираются присутствовать ученые степени вахту. И как-то почему-то возник вопрос, ну, теология наукой или нет, а философия вообще наука тоже или нет? Вот как бы Вы ответили на вопрос, теология это наука и философия это вообще наука? Подождите, подождите. Вы такое мне вопрос задаете? Ну, слушайте, это что-то, ну, как вот я сейчас Вам скажу? Нет, это особый вид деятельности. Я бы так, вот если так, особый вид деятельности. Философия или теология? Я все-таки бы не стал бы тут так противоставлять. Вот, извините, я, понимаете, какое дело? Вот, можно ли я так вот отвечу немножко к такому лично-биографическому ключу? Да, я думал, что Вы в этом плане спросите, типа того, что о суде, и как же Вы философы, а что-то все про Библию и про религию. Ну, ладно, какую-то теологию заводите, тут это вообще, мол, и, как говорил Хайдеггер, деревянное железо, да, там, религиозная философия, смешение этого невозможно. Я думаю, что это все-таки не совсем так, но мне тут, как бы, понимаете, ну, такой исповедальный тон прямой мочкой. Вот, как-то, может быть, с религией так получилось, что когда я учился, да, на философском факультете, религиозность и религиозная мысль и богословие были совершенно в иной ипостаси в этом мире, чем сейчас в России. Вы понимаете, это был странный период, я уже 70-е годы, конец 70-х, начало 80-х, когда я заканчивал университет, когда то, что всегда считалось признаком авторитарного, такого ненамучного, мракобездного мышления, да, религия, авторитаризм, вдруг стало признаком свободомысла, потому что быть религиозным человеком в 70-е годы, это идти против официальной идеологии, и демонстрировать свое, даже если ты примитивный религиозный, даже если ты просто женщина, которая ходит в церковь, ты все равно демонстрировал те, что ты не принимаешь официальную идеологию, то есть оно противостоящее, и это был признаком и отсюда, вот вы, например, я на первой лекции говорите, что ваше поколение там как-то вот Хайдеггером, да, была затронута, Хайдеггер, когда я учился, был просто недоступен, это же, что, немецкие кто-то единицы знают, да и те, кто знают, не знают настолько, чтобы это читать, переводов нет, какой там Хайдеггер, вот, а вот для меня, ну, для многих из наших поколений, вот таким каким-то прорывом из вот той плотности марксистской преподавания, которая была тогда, вот, всей этой догматики стала скорее русская религиозная философия, вот, которая, в общем-то, где-то на грани богословия, это самое, она, как бы, ну, сформировала какие-то представления, какие-то понятия, ну, язык, на котором можно говорить, и я считаю, что она все-таки философия, вполне философия, и ученицы ставят серьезные философские проблемы, что я пытаюсь отчасти показать, ну, и, может быть, это, как бы, неспецифический показ, вот, и она стала очень много значимой, отсюда, вот, через нее вообще интерес к богословию, к какой-то религии, и даже вот таким вещам, как каббалистика, ну, как бы, кажется, так, уже позднее такой интерес к каким-то таким вещам, иудаизм и каббалистики пришел, вот, поэтому, вот, а потом еще такая вещь, понимаете, я, как бы сказать вам, мне кажется, что, вот, та средневековая философия, она, как бы, может быть, ближе к нам, чем философия нового времени, в каком смысле, что она занималась реальным предметом, ну, каком реальным, то есть, верой, ну, она была аналитическая, аналитическая, потому что она брала то, что есть, да, вот, ну, какие-то объекты веры, неважно, там, есть антологическая вера-то есть, и анализировала их, вся такая светская философия европейского нового времени начала синтезировать другой, новый, какой-то особый мир, пытаясь занять место религии, пытаясь, очень неудачно это у меня получилось, и вот, не получилось, и Маритен, вот, знаменитый, да, католический неотомист, говорю, что она этим занималась сначала с восторгом, потом со злобной такой досадой, ну, уже, вот этим синтезированием того, что может прийти на смену, вот, а я тоже, я, как бы, может быть, сейчас остался в 20 веке, все-таки верю, что основная задача философии – это не синтезировать какое-то мировоззрение, а анализировать, да, и, если богословие – это такая же философия аналитическая, что такое, ну, скажем, сколастика, допустим, аналитика реалий, она проясняет, делает то, что вот это самое, как в инвесторе, проясняет мысли, или еще лучше, точнее, его, по-моему, проправил вот этот основатель неориторики Перельман, который сказал, что такое философия прояснения нечетких понятий, очень немножко вкусновато звучит, но это, в общем-то, так, прояснение нечетких понятий, которые мы оперируем, у нас очень много нечетких понятий всяких, без которых мы не можем обойтись, и, да, вот такая религиозная философия – это тоже прояснение нечетких понятий, причем как раз очень существенных, экзистенциальных для нас, я бы разницы между теологией и философией не проводил, если вы, конечно, только, ну, не сочтите это как поддержку того, чтобы от ученой степени присуждать в университете открывать, это другой вопрос немножко, потому что это вопрос, как бы сказать, ну, такой идеологополитический немножко переводит плоскость, но, ну, если бы я каким-то образом участвовал, например, в вопросе, который, я не знаю, о чем вы говорите точно, а вот в вопросе о том, чтобы создавать на, там, в университете богословский факультет, который тогда съезжался, я бы был против, потому что это не в традициях, это не принято, это значит попасть под некое такое авторитарное влияние структур, которые не заинтересованы в таком чистом познании, это церковность будет такая, которая, а если взять вот то, что я сказала, русско-религиозная философия, она же, в общем-то, где-то вне церковных стен проходила, в своих поисках таких подлинных, вот, поэтому я бы не, так сказать, наверное, бы вот выскался в пользу всяких вот недаваний и неучреждений таких структур, но все-таки внутренние различия особого тут бы не стало проводиться. Ну, вот как, если я как-то обидаю. Да, пожалуйста. Он говорил, что все это метафизика, а философия от религии отличается от того, что религия – это такая метафизическая система, которая имеет основание в авторитете, а философия в себе? Нет, ну, конечно, это все верно, только, я бы сказал даже в этом, Шопенгауэрд приразделяет некоторые такие условия. Я бы не сказал, что всякая религиозность на авторитете, я бы к подтверждению привел знаменитые слова Соловьева, просто честно, вот, когда он говорит, что религия, говорит Соловьев, которая строится просто на авторитете, на данности, на традиции, говорит, достойна либо животных бессловесных, либо бесов, которые веруют и трепещут, и есть ли она без сомнения, без скепсиса, без тоски и муки смерти, как он пишет, прошла через это. Такая религия достойна, как он говорит, либо животных бессловесных, либо бесов, и говорит, я сказал это не для красоты слова, а потому что мы знаем из истории, что такая чисто авторитарная религия кончалась либо жестокостью бесовской совершенно, либо скотским бесыстством, каким-то разложением нравов. Она никогда не удерживалась, если не искала каких-то лучших времен. Шопенгар, понятно, для него религиозность, конечно, связана с авторитаризмом. А вот, допустим, мне ближе Шелермахер, который полностью связал религиозность просто с эстетическим вкусом. Вкус бесконечности, он говорил. Это не авторитет, на самом деле, религиозность. В речи, обращенным к людям, образованным, как это называлось в его трактат, Шелермахера, речи о религии, обращенной к людям, образованным, имеющим против нее предупреждение. Искусство, язык, эстетика, вот искусство, эстетика, это и есть язык религий, как единственный возможный, а не язык авторитетов. Ну, а в смысле Библии авторитеты? Ну, как сказать, мы же видим даже с того, что она, какой она авторитет, если все это может толковать тысячами способов. Ну, как авторитет, это уже некое ограничение толкования. Не случайно, да, как бы, либо, так сказать, либо запрещалось считаться, либо, ну, как там, полторы тысячи лет, по крайней мере, умерли она. Это все, что я говорю, совсем не означает, что я как-то конфессионально себя ощущаю, или это же нет, и никогда не потребностей от меня испытывал, да, какой-то конфессиональности. Я говорю о религиозной философии, а не о том, что я не постулирую какое-то свое, там, религиозное кредо, такого нет, конечно, в принципе нет. Я говорю, на вопросы о вообще вере в Бога, в Бога, поэтому я один, что не для того, 40-30 лет на философском факультете, чтобы односложно ответить на это. Ну, еще мы скатились. Извините, я не услышал, да, спросите. Вы рассказывали эту кредитическую тропотку о возникновении зла через катаклизмы, которые, в принципе, разделили Бога на две части составляющие. Ну, да, да. Ну, вопрос, почему, ну, как вообще такое возможно, ну, там, я понимаю, что там, может быть, как-то отвечать на что, на действия людей, может быть, там, как-то реагировать на них, но вот прям так существенно меняться, ну, это как-то странно. Ну, то есть, я не знаю, вы сможете, ну, с позиции, там, вот, того, что я знаю, там, ну, там, может быть, как-то, что-то, что-то, христианство, там, не знаю, вы. Ну, вы уже задаете такой вопрос, как и каббалистические дебри меня потолки. Я не могу вам отвечать на такие вопросы. Каббалистика – это все-таки не философия, а такая мифология, да, она вся полна динамики некоторой внутри Бога. Я могу так, насколько я вообще понимаю, это учение предполагает, что внутри божества происходят все время какие-то динамические процессы. А он неостатичен. Там, лурьянская каббала, вообще, каббала, извиняюсь, говорит о том, что, вообще, говорит, сжатие было сначала, освободилось место для мира, потом искры рассыпались, они рассыпались по сосудам. Это тип мифологического мышления. Другое дело, что, как-то оно, ну, как любое мифологическое мышление, может как-то пытаться осмыслиться, ведь философское. Ну, вы задаете такой вопрос, что это так, как будто меня, вот, перед вами все такой, не знаю, там, знаток каббалу. Я только уже пользуюсь ним. Когда такой вопрос, почему он, вот, как это в единственном каком-то смысле отличается, например, от, ну, от неоплотанизма, там, не знаю, что... А это уже другой вопрос, это вы задаете точный вопрос, вот сейчас, вы сейчас задаете точный вопрос, потому что... Я имею в виду не в конкретных фактах, а вот вы говорите, что это не философия, а тут есть динамика, да, вот есть какое-то... А в каком смысле тогда, ну... Не, не так, это вы, как, не философия, динамика, а в том, что она выражена на языке таком мифологическом, а не понятивном. А что касается неоплатонизма, так, вся иудейская, христианская мысль вышла из неоплатонизма. Каббала, конечно, в огромном, это же не аутентичное, все-таки, иудейское творение, это результат, вообще, само, даже само понятие, сферот, да, которое имеет греческий корень сфера, а не иудейский, да, вот, это восходит как эманациям всем платоническим и так далее. И, разумеется, это порождение эпохи платонического, неоплатонического влияния. Поэтому в данном случае то, что вы видите здесь, так сказать, или не видите здесь особо разницы, как я не понимаю, у вас вопроса, да? Вы влияние именно в таком оплатоническом? Ну, вот так она и не должна быть, она особенно. Мы можем удивиться, например, совершенному совпадению, как, ну, так, если все-таки исходить не из того, во что верят каббалисты, то есть того, что утверждают историки, она возникает где-то, там, в XII, XIII, XIV веках, да, то так оформляется эта традиция. Примерно тогда же возникает и какая-то, допустим, иссякасская мистика в православии, допустим, к XIV веку оформляется. Не увидеть очень сильных совпадений, я говорю, типа, учения о божественных энергиях, да? По-моему, невозможно сферить тоже божественной энергии, которая, в свою очередь, является креационистским переосмыслением эманациплатонических, я бы так сказал, но это не то, что, там, какой-нибудь восточно-христианский эсихазм мог влиять на каббалистов или нет. У них общий корень, общий корень вот в этом. Только креационистское переосмысление неоплатонизма, креационистское переосмысление. Ну, я не знаю, вот как-то так. Ну, вообще, я бы не хотел так изображать себя знаток как каббалист. Что-то, ну что? Не, да так, ну, это, не, так сказать, как-то, вот я Цартера почитала, говорить книгу про каббалов, что-то, ну что, я не являюсь специалистом знатоком. У нас тут в Петербурге есть оба, вроде знатоки и специалисты в науке и в иудайке. И не, я просто использую это как такой литератур, как одна из пластов литературы, которая любопытна, интересна, которую можно как-то использовать. Вы задаете мне вопрос, как будто вот я вот невольно, не желая того, создался имидж знатока этого вопроса. И говорят, что с знатоком-то быть нельзя каббалов, потому что она сама утверждает, что чтобы знать, надо 90 лет потратить. А поскольку изучать ее можно начать только где-то примерно в 40, то столько не живут. Я никто не знает. Нет, ну, да что вы, это не совсем даже не моя специальность. Я скорее вот отослался, я заканчивал по истории, философии, все-таки занимался там русским, преподавал долго на историю русской философии. Это совсем не моя специальность. Это я просто прибегаю, потому что и другие к этому прибегают, и литераторы, и философы разные. Вот, потому что к этому прибегает Булгаков, тот же Ибер, это я прибегаю к этим вещам, а не являюсь знатоком этого и... Вот, не задавайте мне таких вопросов, пожалуйста. Можно еще раз повторить, второй вопрос? Да. Ну, это как раз вспомнилось с нас, что вы русский философий. Ага. Вот, про кого? Про Лосского. Ага. У какого? Их несколько. Вы? Я. Владимира. Я имел в виду сына Николая, интуитивиста-философ. Вы про какого? Я, ну, короче, про того, которого вы говорили. Ну, хорошо. Вы выбираешься. Ну, там была такая концепция, что, ну, значит, сошел сын, который... Слово, да, и, значит, он вместе с ним какая-то необходимость. И я правильно понимаю, что дух, он вот именно в этот момент сошел? Или он как-то... Лосский конкретно. Я даже, подождите, я, может быть, это выписал. Я что-то забыл сам, что выписал, а распечатал, а не вижу сейчас этого фрагмента. Он нам говорит так, что вот на землю от Троицы пришло две ипостаси. Сын и Дух. Сын был человек, сын человеческий, да, это плоть. Это подчинено было нашему закону смертного мира, вот, мира необходимостей. Но вместе с ним пришло и Дух, который остался после отхода сына. Вот. Это момент прорыва, говорит, от этих необходимостей. Это момент свободы. Сын это закон, Дух от свободы. Так это, да, вот это, это мистическое богословие, одно из важных сочинений, вот этого Владимира Лосского. Это, да. А в каком смысле тогда, ну, вот этот самый закон, может, ну, который, который необходимость может принести, значит, ну, искупление грехов? Искупление грехов приносит... Я не знаю, я не знаю. Они приносят, приносят все вычеловеческое начало, так сказать. Искупление грехов. Искупление грехов приносит, ведь что, ну, вообще-то говоря, вот, воскресший Христос, да, уходит, да, возносится в Вознесение. И что он говорит, когда говорит, как же мы без вас, без вас, без тебя. Ну, во французском, кстати, на вы к Богу обращается, не важно. Как же мы без тебя, говоря. Вот. А он говорит, а вам оставляется, остается, утешитель. Для церковь, ну, утешитель, в смысле Святого Духа, мы имеем в виду, вот, который именуется в Богословии Утешителя, то, что остается, и то, с чем связана возможность спасения для людей. Оставленный, вообще-то так уж есть канонически, благословски рассуждать, возможность для спасения людей остается благодаря, и присутствует благодаря тому, что был оставлен Дух Святой, утешитель, и он, в общем-то, мыслится в Богословии как Церковь. А как вы относитесь к такой современной трактовке понимания, что Святой Дух – это Вселенский интернет? Нет, я не знаю, я не знаю, как приключить, я буду думать и думать. Спасибо. 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 Спасибо.